Итак, добро пожаловать на нашу интернет-конференцию, которую организовала Национальный суд благополучия и здравоохранения касательно вакцинации против коронавируса. Меня зовут Матя Ляхтем Макки, меня со мной вместе Эмма Кайянтер и главврач Анна Ногонек. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы отправили нам заранее. И за перевод с языка языкового жеста будет отвечать Пирью Фалки Сандра Алтонен. Эта передача будет опубликована позже с субтитрами на шведском языке на Ютубе нашего института и переводы на саране, английский, эстонский, русский и язык Сомали на Ютуб-канале нашего института. Итак, мы вновь получили от вас большое количество вопросов, около тысячи человек. Спасибо вам всем за проявленную активность. К сожалению, мы никаким образом не имеем возможности ответить на их все, но, однако, выступления Эмма и Ханны построены таким образом, что они попытаются ответить на максимальное количество вопросов. После выступлений мы потратим еще небольшое время для того, чтобы проговорить определенные частные вопросы. Итак, большое количество вопросов касаются вашей личной состоянии здоровья. На такие вопросы мы, к сожалению, не можем ответить в нашем институте. В этой части имеет смысл связаться напрямую с лечащим врачом или с поликлиником, центром здоровья. То, что касается организации вакцинации, за них ответственность несет муниципалитеты, где, когда и лица какого возраста, в каком муниципалитете мы вакцинируются. По этому поводу имеет смысл обратиться к сайту системы здравоохранения ваших муниципалитетов. Хочу еще вам всем напомнить о том, что вакцина является для всех добровольной, бесплатной. И, несмотря на то, что на добровольность вакцинации имеет смысл обязательно вакцинироваться, потому как вакцины, они являются важной частью нашей борьбы с эпидемией коронавируса, и они нам помогают вернуться нам всем в нормальную жизнь. Дополнительную информацию относительно вакцинации можно найти на сайте нашего института. Не буду более растекаться мыслью по древу, переходим впоследствии к делу. Эмма, пожалуйста, спасибо, Марко. Для начала, короткий обзор относительно ситуации в Финляндии вокруг вакцинации коронавируса. На территории Евросоюза на данный момент имеются четыре вакцины, получившие разрешение на продажу. Из них первые три у нас уже в Финляндии реализуются. Одна из вакцин еще ожидает нашей дополнительной инструкции, каким образом действуют в их части. Итак, первое, Биотек Файзер, Коми Наци и Модена, это ИРНК, то есть вакцины, то есть они похожи, идентичны. Они даются в количестве двух доз через 12 недель. Небольшая разница в них в том, что есть небольшая разница. То, что касается атрацены, это векторная аденовирусная вакцина, та же самая дозировка. Однако на данный момент, согласно нашему национальному регламенту, они даются только лицам старше 65 лет. Это четвертая вакцина, которая ожидает разрешения, является также векторная аденовирусная вакцина. Она отличается от всех предыдущих вакцин таким образом, что она дается только в одной дозировке. В ближайшие недели будет принято решение относительно того, каким образом она будет в Финляндии реализовываться. Поскольку у нас приближается отпускной период, и люди планируют выезд на дачные участки, и, разумеется, к нам поступает большое количество вопросов относительно разницы периодов дозировки. Мы считаем, что на сегодняшний день 12 недель является разница период окна между дозировками. Но приблизительно, тут уж прямо не стоит следить день в день. Если небольшая задержка произойдет, то надо попытаться максимально в коротчайшие сроки этой вакцины взять. Не стоит, конечно, стараться с самого начала, если через 12 недель вы не получили вторую дозу. То, о чем мы сейчас думаем, касательно оптимального периода, говорит о том, что немножко более продолжительный период, даже хорош в отношении того, какая защита будет получена в результате. Большое количество здесь цифр, вы видите, они не такие уж прямо точные, но в тот раз мы тоже показывали, когда у нас проводился подобного рода вебинар для граждан. И здесь вы видите небольшие основания для того, о каких, небольшие дозировки того, или количества, цифры, о каких вакцинах мы говорим, о каком количестве. То есть у нас сейчас второй квартал, и вы видите о том, что у нас наблюдается рост количества вакцин, в особенности Pfizer. Большое количество их поступает, и каждую неделю поступают многие сотни тысяч доз вакцины. Далее, разумеется, на это все меняет, влияет, на конечное количество влияет то, каким образом мы эти вакцины будем использовать, применять. И на данный момент я сейчас в скупки поставила AstraZeneca, потому как, поскольку у нас касательно вакцины, AstraZeneca имеется нижняя граница 65 лет, то есть у нас не так много осталось непривитых людей, у нас уже настолько большое количество привитых людей, так что они прививаются и остальными тоже, уже вторыми дозами. То есть на сегодняшний день мы уже не закупаем большее количество. Здесь вы можете увидеть то, каким образом растет количество вакцинированных в Финляндии, и на самом деле все те вакцины, которые ввозятся в страну, они очень активно применяются, и темп растет, скажем, днем. И вы видите здесь разницу между неделями, как идет динамика, и вы можете увидеть то, что у нас имеется возможность еще увеличить темп вакцинирования, для того, чтобы мы приблизились к максимальным показателям. Благодаря тому, что большое количество вакцин будет возиться, конечно, найдется, кому их давать, и найдется, кого прививать, и кто будет прививать. Итак, по этой причине у нас достаточно хороший охват, достаточно хорошее покрытие. Вы видите, зеленым помечены те, которые уже привиты одной дозой, синие те, которых привили уже двумя дозами. И если взглянуть на количество лиц старше 60 лет, то во всех возрастных группах 60, 70, 80, 90 процентов охват уже имеется по первой дозе. И то, что касается лиц среднего возраста, уже также увеличивается количество привитых первой дозой. То есть это на самом деле хорошо выглядящий график. Целью нашей является то, что, и, собственно, мыслью является то, что все желающие старше 16 лет получили бы как минимум одну дозу не позже июля месяца. И на данный момент график или динамика говорит о том, что, в принципе, это все достижимо и возможно. Если теперь взглянуть на европейский уровень, то мы находимся на достаточно хороших показателях. Те, кто по количеству, по охвату тех, кто получил первую дозу, чем темнее цвет, тем больше. Соответственно, людей в процентном отношении получили уже первую дозу вакцины. Вы видите, очень темным цветом помечена Венгрия, но с исключением нее мы входим в количество ведущих стран. А то, что дальше, на этом слайде вы знаете о том, что мы ведем, мы осуществляем стратегию о том, что между дозами большая пауза. Мы это делаем и сознательно для того, чтобы получить максимально большое количество привить первой дозой. И именно по этой причине мы на данный момент находимся на уровне ЕС впереди, впереди многих других стран. То, что касается... Ну, однако, если взглянуть на этот слайд, то мы немножко отстаем. Все объясняется тем, что мы пытаемся всем обеспечить максимальное покрытие, максимальный иммунитет уже первой дозой, для того, чтобы вторая доза давалась уже в безопасных условиях. То есть, если взглянуть на Швецию, то совершенно очевидно, есть отставание. И ситуация совершенно иная, то, что касается количества сделанных данных доз вакцины. Если взглянуть на общие мировые показатели, то есть страны, в которых уже количество покрытия и охват высокий. И я думаю, что вы знаете из СМИ, из масс-медиа. Но и плюс есть другие страны, большое количество стран, где и не начиналось даже вакцинирование. То есть, распределение достаточно неравномерное. Итак, система вакцинирования создана на основании медицинских показателей. В первую очередь, мы смотрели на то, кто обладает риск серьезного заболевания, оказаться в больнице или даже летальный исход. Поэтому в связи с этим, основываясь на этом, мы и осуществляем нашу программу прививания. Также здесь важно соблюсти устойчивость системы здравоохранения, потому как это также важно, если устойчивость будет нарушена, соответственно, смертельные случаи от коронавируса будут увеличиваться. Таким образом, на основании этого, эта система выстроена на охвате всех желающих, начиная от самых пожилых до старше 16 лет. На сегодняшний момент мы соблюдаем хорошо наш темп, и после того, как мы прием представителей групп риска, мы начнем прививать остальное население в разных муниципалитетах, в разных посредственных группах по-разному. Однако, тем не менее, все зависит от того, каким образом это мы будем осуществлять, но в любом случае здесь будут определенного рода вспышки и ускорения. То, что касается выбора вакцины, на данный момент это тема, которая вызывает наибольшее обсуждение, связанное как раз-таки с возрастной группой 65 лет для вакцины AstraZeneca. Я хочу с вами проговорить нынешнюю ситуацию. То есть это также меняется, соответственно, тому, как мы набираем опыт, как мы набираем новые знания, соответственно, это также картина может поменяться и в будущем. Однако, на сегодняшний момент, если мы говорим о лицах младше 65 лет, если мы начнем новую вакцину прививать, мы всякий раз начинаем с вакцины ИРНК, потому как мы констатировали то, что с использованием AstraZeneca, в особенности у молодых людей, связан редко встречающийся, но опасный побочный эффект. У нас есть люди, которые получили уже первую дозу вакцины AstraZeneca. Они получили ее тогда, когда еще не знали о том, что имеется такой редкий побочный эффект. Поэтому мы приняли решение о том, что ИРНК AstraZeneca будет даваться вторая доза. И это не то, что наш первый выбор, так сказать. А мы, в принципе, подбираем другую или такую же вакцину. Но в этой ситуации, поскольку мы не знаем, не уверены в безопасности этой вакцины для лиц младше 65 лет, то мы считаем, что это наилучший вариант. И на данный момент ситуация такова, что лица младше 65 лет не имеют возможности получить вакцинироваться AstraZeneca, даже если они бы хотели. Те, кому исполнилось 65 лет и лица старше, можно применять все вот эти вакцины. И в отношении новых серий вакцин мы приняли решение о том, что человек имеет возможность принять самостоятельное решение о том, какую вакцину он бы хотел привиться. Однако, если речь идет о второй вакцине, о второй дозе вакцины, то тогда мы рекомендуем то, чтобы та же самая вакцина, как и в первый раз, потом, как это уже исследовано, и наилучшим образом мы осведомлены о том, каковы побочные, возможно, побочные эффекты. Конечно, в определенных ситуациях мы можем исходить, исключать, не учитывать эту ситуацию. Если, скажем, возникает, допустим, аллергия после первой дозы, это, пожалуй, является основанием для исключения. И третья специфическая группа – это лица 60-70 лет. К ним их можно вакцинировать только Pfizer-Combernazzi. Единственная вакцина, которая имеет разрешение на продажу для этой возрастной группы. То есть их мы будем прививать только этой вакциной, но не вакциной производителя Moderna. Это мое выступление. Спасибо за внимание. Спасибо, Эмма. И далее переходим к нашему следующему выступающему. Добрый вечер всем. Всем тем, кто сидит внутри помещения и слушает наше выступление. Конечно, с большим удовольствием мы беседели бы на улице под солнцем и наслаждались бы весной, однако всему в свое время. Итак, я собрала те вопросы, которые вы к нам направили, и мы их проговорим. Их, конечно, пришло большее количество, часть мы посмотрим еще и позже. Однако ответы заготовлены дома. Первый вопрос – могу ли я заболеть коронавирусом, даже если я привился? И ответ положительный – да, это возможно, однако болезнь будет протекать более спокойно, либо бессимптомно. Мы, разумеется, изучаем вот эти инфекции, которые пробивают защиту, независимо от всего, мы можем здесь использовать реестры, данные, которые у нас в реестрах находятся. И, собственно говоря, мы так и сделали, что, согласно последней информации, на сегодняшний день количество 1278 подобных случаев из общего количества 2 миллионов 200 тысяч вакцин, то есть фактически 0,06 случаев, когда инфекция пробивает защиту, то есть из этого количества 9 из 10 во время первых 10, и 1, всего лишь 1 из 10 после второй дозы. И 78 человек были положены в стационар, и 10 были положены в этар. Остальные не получали лечение в стационаре. Даже мы не знаем, фактически, по какой причине они были обнаружены, почему в результате ПЦР-исследования были обнаружены эти следы, согласно каким показателям. То есть это просто дает вам основания для того, чтобы увидеть, о какого рода количестве мы должны говорить. Минимальное количество вот этих инфекций, которые пробивали. Конечно, реально их может количество больше, но ответ спрашивали, что да, действительно можно заболеть коронавирусом, можно получить инфекцию SARS, однако ни одна вакцина не дает стопроцентную защиту все-таки. Итак, далее задается вопрос относительно того, каким образом я защищу других, вакцинировавшись, и одновременно к этому имеют вопрос о том, что такое массовый иммунитет. И ответ у нас заключает в том, что, конечно, вы защитите других, если сами не будете инфицированы, если, соответственно, и не возникнут у вас эти цепочки. То, что касается массового иммунитета, здесь самые различные термины используются, и у нас самое большое количество других возбудителей болезней, как помимо коронавируса, например, грипп, мы уже пытаемся, тем не менее, каким-то образом защитить тех людей, которые восприимчивы к гриппу, поскольку они не могут сформировать достаточный иммунитет. Плюс корь является очень тем заболеванием, когда говорим о массовом иммунитете. Пневмококковая инфекция, мы знаем то, что вакцинированная пневмококка позволяет защитить людей старше, и практически даже эти инфекции отсутствуют фактически. Это же самое касается и других заболеваний. Это примеры того, каким образом покрытие вакцины защищает нацию в целом, как это происходит в реальности. Есть, например, корь, которая может сказать о том, что одна инфекция или один инфицированный человек, 15-20 людей может воспринять эту инфекцию. Если 0% покрытия вакцинации, то если инфекция появляется, то происходит взрыв внутри сообщества. Если же охват вакцинации 25%, соответственно, такое же сильное распространение, если 50% количества вакцинированных, таким же образом происходит распространение инфекции. И только после того, как мы приближаемся к 75%, вы видите, что цепочки заражения замедляются. И если мы доходим до уровня 90%, то цепочки заражения встречаются очень редко. И на уровне 95% вакцинации, когда мы говорим о массовом иммунитете, то здесь случаи уже гораздо редки. И в случае с коронавирусом именно 95% дают оптимальную ситуацию защиту. И эпидемия уже больше не фактически исключена. Это же таким же образом актуально и для коронавируса. И, конечно же, касательно кори, в сравнении с кори немножко другая ситуация. Мы стремимся к тому, чтобы при максимально большое количество обеспечить первой дозой вакцины для того, чтобы сдержать вот эту цепочку заражений, держать их под контролем или даже остановить, когда мы дойдем до уровня покрытия 70% вакцинации. Может быть и больше. Все зависит от того, какого рода штаммы будут появляться летом, здесь, когда мы дойдем до покрытия вакцинации 75%. Следующий вопрос. Каким образом привитый человек и может ли привитый человек распространять коронавирус? Да, это на самом деле так. А в особенности после получения первой дозы вакцины защита еще не достаточно эффективна, не настолько эффективна, как после второй дозы. Хотя, правда, после первой дозы совершенно очевидно, что количество вирусов выделяется меньше и в течение короткого периода времени. Однако, стерильного иммунитета, как такового, после первой дозы нет, невозможно достичь. После второй дозы мы гораздо ближе приближаемся к этой ситуации. Но здесь я хочу позаимствовать корректуру Виллеранта. Вы видите здесь. Он напоминает о том, что стерильный иммунитет, его, в принципе, в ближайшее время нет возможности достичь. И по этой причине нам нужно придерживаться наших всех мероприятий. Дальше. Если по какой-то причине вторая доза не получена, защищает ли одна доза в достаточной степени? Я на этот вопрос уже ответил в предыдущем ответе. Вторая доза усилий, она необходима. Вакцина Johnson & Johnson считает, что первая доза обеспечивает хорошую защиту, хороший иммунитет. Но то, что касается всех остальных наших вакцин, которые мы используем, считается, что именно две дозы дают хорошую защиту. После первой дозы защита возникает на какой-то определенный период, защищает во всяком случае привитого человека от серьезных форм заболевания. Но то, что касается бессимптомного протекания заболевания, это возможно. И тем более еще человек распространяет инфекцию вокруг себя. То есть обеспечение хорошего защиты, хорошего иммунитета требует получения второй дозы. Насчет эффективности вакцины, каким образом это видоизменяет согласно серьезности заболевания, полученных вакцин и производителя. Вы видите, с левой стороны симптомно протекающее заболевание. То есть вы видите, и есть затрудненность дыхания, температура и прочее. И вы видите, каким образом защита срабатывает после второй, и после первой, и после второй дозы. Слева по вертикали вы видите от 0 до 100% изменяется. Вы видите, разница в том, что после первой защиты вакцины работают хорошо, а после второй дозы ситуация в значительной степени улучшается. И это доказывает исследования, которые мы провели. Если теперь взглянуть на защиту против серьезного течения заболевания, вы видите, что после первой дозы достаточно хорошо идет процесс защиты против серьезного заболевания, а после получения второй дозы повышается практически до 100%. То есть вы видите, каким образом защита действует. Конечно, есть разница между различными производителями, между различными продуктами, но тем не менее все это проявляется приблизительно в таком виде. Дальше задается вопрос относительно, если переболел уже коронавирусной инфекцией, имеет ли смысл вакцинироваться? Мы знаем о том, что защита длится в течение 9-12 лет, и чем более серьезным заболеванием переболел, тем больше защиты, тем выше количество антител, тем выше уровень иммунитета, который важен с точки зрения серьезного заболевания. И наш институт рекомендует, даже переболев, имеет смысл взять, вакцинироваться, получить две дозы. Мы рекомендуем минимум один, но на данный момент мы прививаем двумя дозами. Но на самом деле на сегодняшний момент нет особой спешки с вакцинацией, то есть сразу после болезни не имеет смысла сразу бежать и вакцинироваться, потому как количество, та защита, которая получена после заболевания, она позволяет обеспечить определенный период времени, если, конечно, имеется желание привиться сразу после заболевания, но нет никаких для этого препятствий, потому как это не столь опасно. Единственное, что могут возникнуть какие-то местные симптомы, температура, мышечные боли и подобное, потому как они реагируют, эти антитела, которые находятся в организме, не реагируют с вакциной. То есть это является следствием вакцины. Но особой опасности нет. Далее, если... Следующий вопрос. Если я прививаюсь, следует ли следовать всем необходимым мероприятиям по защите? Да, надо. Уже в первую неделю мы даем рекомендации о том, что можно делать, чего не следует делать привитому. Но поскольку на данный момент у нас защиту получили старшее поколение, а лица среднего возраста, те, которые в большей степени могут инфицироваться, они больше передают друг другу инфекцию, то в этой ситуации мы по-прежнему надеемся на то, чтобы люди имели бы терпение соблюдать социальную дистанцию, носить маски и относиться к коронавирусу соответствующим образом, поскольку он по-прежнему среди нас. И даже если ты привился, то тем не менее имеет смысл следовать всем актуальным ограничениям. То есть самое главное то, что два человека, получившие две дозы, или два человека, получившие две дозы, и каким образом они взаимодействуют с невакцинированными или тем, кто получил одну вакцину, то здесь уже все индивидуально. Если кто-то боится вакцинироваться, то каким образом я мог бы посодействовать? Да, среди нас очень много людей, которые боятся уколов, и, конечно, на это имеются самые различные способы дискутировать, пригласить с собой или взять с собой, держать за руку, или даже, быть может, успокоительный препарат, потому как ситуация может быть для кого-то чрезвычайной. Но в целом, если посмотреть на желание финнов прививаться, то на самом деле показатели находятся на хорошем уровне. Те, кто отказываются по причинам страта, то сложно сказать или соглашаются, но тем не менее боятся, сложно сказать. Но можно увидеть то, что в зависимости от возрастной группы, здесь сверху это группа пожилой населения, и далее, чем, вы можете заметить, что чем более старшего возраста, тем с большим желанием человек готов прививаться, и чем моложе человек, тем больше он размышляет над необходимостью прививаться. Я уж не знаю, в каком объеме люди боятся или нет, но тем не менее, всякий раз следует переговорить о том, насколько страшно, и как справиться со страхом. Как правило, сама процедура вакцинирования, она протекает очень быстро, но страх, тем не менее, может воспрепятствовать. Какого рода опыты получены? Возникли ли какие-то побочные эффекты в результате вакцинирования астроценеки? Но то, что касается астроценеки, те, которые получили две дозы астроценеки, мы знаем о том на данный момент, что в Великобритании были проведены исследования по типу Мистер Макс, давались и РНК, и астроценека. Больше в определенной степени побочные явления проявляются, боли и прочее, и прочее, повышение температуры, но они проходят за день, за два. И если, скажем, у 12 человек была температура, то если повышение до 25%, повышение астроценека, а потом и РНК, то к этому нужно быть готовым. Такого рода местные симптомы, общие симптомы, их может быть в какой-то степени больше. Какова разница между различными производителями, различными вакцинами? На самом деле мы используем сейчас и РНК-вакцину, Пиотек-Файзер и Модерна, и Куровак будет у нас, мы надеемся, что появится у нас летом. Мы в целом через 11 суток уже наблюдаются появления эмутета и защиты после первой дозы. Редкие побочные инфлекты являются, редкая аллергия выявилась у одного из 100 тысяч. То, что касается аденовирусно-векторной вакцины, то защита появляется более замедленно, через 21 суток, через 3 недели. И, например, тромбоз возникает как побочный эффект у одного из 100 тысяч прибитых. И это, на самом деле, та причина, почему мы не рекомендуем этой вакцины, этой прививки для лиц старше 65 лет, а советуем для тех, для лиц старше 65 лет, у которых в меньшей степени выявлены эти, так сказать, реакции на вакцины, на прививки. И, конечно, есть и другие различные причины. То, что касается хранения в холоде, конечно, тогда ИРНК требует большего соблюдения условий. И насколько выдерживает, сохраняется их защита. Все это покажет в результате исследования. И исследования осуществляются, как у нас в Филляндии, тоже основываясь на реестрах. Итак, следующий вопрос. Если в будущем будут разрабатываться новые вакцины, то если я привился весной 2021 года определенной вакциной определенного производителя, то имею ли я возможность вакцинироваться другой вакциной? Вопрос очень интересный. На данный момент у нас нет никакого точного ответа, потому как остальные вакцины, которые сейчас разрабатываются, и, возможно, часть из них будет появиться уже на рынках, получат разрешение к концу лета. Тогда мы сможем уже дать более подробный, более конкретный ответ на то, каким образом имеется возможность сочетать эти вакцины. Но, по всей видимости, если привелся ИРНК, то тогда имеет смысл продолжить проявляться ИРНК. Но комбинированные вакцины – это возможность в будущем, в особенности, если результаты по той защите, которую они обеспечивают, будут хорошие. То есть, мы, допустим, можем давать ИРНК, а потом протеинные вадиванты. То есть, это различные варианты, которые появятся в будущем. Итак, следующий вопрос, который Вы задавали, касается вакцины компании Johnson & Johnson, когда она будет принята в Финляндии. И, касательно официальных властей европейских дан, уже разрешение на продажу этим. И на прошлой неделе, в пятницу, была также получена информация относительно тромбоза, связанного с этой вакциной. Не в таком большом количестве, как в случае AstraZeneca, но приблизительно в том же направлении относительно этого. Мы планируем на следующей неделе высказаться, каким образом эта вакцина будет применяться в нашей системе вакцинирования, кому она будет даваться, кому это будет возможно. Касательно вакцины Sputnik V. И такой вопрос задавался, имеется ли возможность использовать эту вакцину в Финляндии. У нас имеется принципиальное решение о том, что в Финляндии принимаются те вицины, которые одобрены Европейской ассоциацией, и на данный момент Sputnik V проходит там только процедуру оценки. И если европейские власти примут решение разрешить Sputnik V, то это будет уже иной поворот дела. Но на данный момент пока еще Sputnik V не находится в общем портфеле вакцин стран Евросоюза. И также это же самое касается того, что будет ли возможность, примет ли Финляндия, точнее, двусторонний договор относительно использования этой вакцины или нет. Это также находится в стадии обсуждения. Далее следующий вопрос, вероятно, это последний вопрос. Будет ли когда-либо вакцина против коронавируса, сезонная вакцина, подобно вакцины против гриппа, это также един из возможных сценариев. Если SARS будет продолжать вызывать заболеваемость в мире, если он будет формировать различные штаммы, которые будут разрушать иммунитет, тогда мы окажемся в ситуации того, что ежегодно или каждый второй год будет необходимость давать повторную усиливающую дозу. Пока еще рано говорить о том, как получится. Однако мы готовимся к тому, чтобы вакцины против гриппа и вакцины против коронавируса можно было бы давать одновременно, если возникнет такая потребность. Это все, что я хотел вам сказать. А теперь Марку предлагаю свободные вопросы, какие тут появились. на которые не были услышаны ответы. Спасибо вам за выступление, вам обеим. И давайте перейдем к более уточняющим вопросам. Начнем с вопроса общего характера. Вопрос касается вакцины и тестов. Имеется ли смысл идти на тест, если ты уже привился прививкой от гриппа, но тем не менее у тебя проявляются симптомы, и может ли вакцина вызвать положительный результат коронавируса? Нет, вакцина не показывает положительной реакции в ПЦР, поскольку нет живого вируса, который выявляется в результате ПЦР. Тест на антитела, да, если вы прививались с Синоваком или инактивированной вакциной, то тогда анализ на антитела не говорят о том, что идет ли речь о естественном заражении или о антител после вакцин. В отличие, то есть здесь ПЦР, и это нет возможности показать. Итак, если первая доза получена, то, как мы уже и говорили, в этом случае имеется возможность переболеть, но бессимптомно, и стать носителем коронавирусной инфекции, если предположить то, что если речь идет о коронавирусе, то тогда имеет смысл, конечно, пройти тест. Добавлю к этому еще то, что реакции, которые проявляются после вакцинации, у многих, они довольно типичны и совпадают с течением заболевания. И если сразу после вакцинации появляются какие-то типичные реакции, типичные симптомы, то нет необходимости сразу идти на тест. Однако, если температура держится дольше трех дней, или если появляются какие-то другие симптомы, утрата вкуса, обоняния, то есть те, которые не связаны, те симптомы, которые не связаны с вакцинацией, то в этом случае имеет смысл обратиться и пойти на тест. Спасибо. Идем дальше по поводу содержания вакцины. Если, допустим, человек веган или принимает какие-то другие диеты, соблюдает в этом случае тоже можно вакцинироваться. Все наши вакцины, они кошерные, халяльные, и они подходят в том числе и для веганов. То есть в этом смысле нет необходимости размышлять, подходят или не подходят. Все они подходят для нас, для всех. Безопасность вакцины вызывает дискуссию. Об этом уже частично было высказано ваше выступление. Насколько в большом количестве имеется информация относительно защиты ИРНК, и когда вы планируете это изучать. То, что касается продолжительности побочных эффектов. Крайне редко это проявляется. Большая часть побочных эффектов проявляется в течение первых шести недель после вакцинирования. В редких случаях проявляются позже. За ними ведется контроль. В Финляндии система контроля основывается на реестрах. То есть мы можем объединить реестры больниц или стационаров и поликлиник и получить всю необходимую информацию и увидеть, на самом деле, проявляются ли какие-то заболевания у привитых или у непривитых, и благодаря этому увидеть соответствующие сигналы. Однако то, что касается симптомов, которые проявляются позже, это крайне-крайне редко. Далее, следующий вопрос касается беременности и вакцинации. Безопасно ли беременные женщины прививаться от коронавируса, или может ли это навредить, допустим, зародушу, или если человек не привит, насколько это опасно. Мы знаем о том, что, в особенности на втором и третьем триместре, если сравнить беременную женщину и небеременную женщину с одного возраста, то имеется определение, в определенной степени риск более серьезному течению заболевания и риск для ребенка, для плода. И с этой точки зрения мы высказываемся следует. Если беременная женщина имеет медицинские показания, по какой причине коронавирус для нее является опасным, то в этом случае с ней необходимо переговорить о том, чтобы она привилась бы от коронавируса, сравнить, так сказать, пользу и опасности возможные. И какой уж результат, такой он будет получше. То, что касается исследований, которые проводились, в основе которых лежит, собственно, разрешение на продажу, беременные женщины не были включены в категорию тех, которые обследовались. И таким образом информация, она собирается в результате того мониторинга, который мы осуществляем. И важным является здесь Соединенные Штаты и Великобритания, где больше всего прививались беременные женщины Астра-Дзенека и ИРНК. И то, что мы пока еще знаем относительно женщин, беременность которых привела к родам или к потере плода, то не выявлялось ничего такого исключительного, что могло бы говорить о том, что то, что происходит, было вызвано вакциной. То есть ожидание здорового ребенка и рождение здорового ребенка, и сколько преждевременных родов или недоношенных детей в одинаковом количестве и у привитых женщин, и у непривитых. А что, если, в случае, если планируешь беременность, то можно ли прививаться, имеет ли смысл прививаться, и дает ли это какой-то иммунитет. И в этом отношении мы тоже считаем, что если имеются надежды, уже запланированы дети, и если проходит какое-то лечение, то нет необходимости останавливать на период вакцинации. Мы знаем то, что на опытах, на клеточных опытах, на опытах по клеткам и на животных, что наши вакцины, которые мы используем, не вызывают никаких изменений в плода и так далее. То есть в этом смысле нет никаких причин для того, чтобы беременеть, и мы считаем, что нет необходимости выдерживать какую-то паузу между вакцинацией и возможной беременностью. И если по-прежнему безопасность вакцинирования заставляет задуматься, то какой источник вы бы рекомендовали помимо ваших собственных страниц? Параллельные организации также разрабатывают необходимую информацию. Великобритания и Public Health England сайт содержат хорошую информацию, также большое количество различной другой медицинской литературы. Ассоциация медиков Соединенных Штатов представила неделю назад материал относительно рисков заболевания коронавирусом беременными женщинами. Также ряд других организаций занимаются над этим. То есть это медицинские издания, медицинская информация. К ним имеет смысл обратиться, если действительно возникает какое-то беспокойство. Конечно, они все на английском языке, но мы также это, может быть, возникнули и представили для кого-то определенные проблемы. Но мы, исходя из этого, стараемся основную выжимку представить на финском и на шведском языке. Спасибо. Переходим далее к вопросам, которые связаны с прохождением реализации вакцинации, что известно относительно того, каким образом будет осуществляться вакцинация. Имеется государственное поставление о том, что в мае месяце будет поставлен акцент на привитых, то есть в конце недели проводится анализ того, какой регион Финляндии, где в большей степени проявляется заболевание с коронавирусом, если она превышает определенный показатель, то количество вакцин направляется именно в эти регионы или в этот регион. То есть имеются вполне четкие планы, каким образом вакцины распределяются между регионами, где вирус проявляется в большей степени. На данный момент пока речь идет только о вакцине модерна, поскольку на данный момент по Астрадзенека у нас нет такой необходимости, то есть только модерна распространяются по тем регионам, где имеется повышенная необходимость. Один раз это уже осуществлено. На той неделе был один регион в Финляндии, это регион Пайетхэме, где количество заболевших превысило максимальные показатели. В связи с этим на прошедшей неделе как раз туда было направлено увеличенное количество доз. Продолжаем. Дальше вы в своем выступлении сказали относительно паузы между первой и второй дозой. Вы сказали о том, что нет особой опасности, если увеличится. Но имеет ли смысл сократить паузу между первой и второй дозой? То, что мы знаем с точки зрения иммунологии, это то, что короткие периоды не стоит. Все-таки это касается как и РНК, и аденовирусной векторной инфекции вакцины, потому как разрешение дано по РНК от трех до четырех недель. Но это связано с тем, что поскольку делалось все в экстренном порядке в начале пандемии, поэтому производитель, фармакологическая фирма не имела возможность провести опыты на различных периодах. Но то, что мы знаем на сегодняшний день на основании проведенных анализов, каким образом это все повышает эффективность, то более продолжительный период лучше. Однако, все-таки, если речь идем о том, что мы, если мы говорим о сложной эпидемиологической ситуации, если большое количество вируса, если большое количество штаммов, и если вакцина не дает хорошую защиту от штаммов, то, конечно, ситуация другая. Но, в принципе, лучше, если бы вторая доза прививалась бы через более продолжительный период. Что мы знаем о вакцинировании детей? Ситуация на сегодняшний день такова, что только дети старше 60 лет прививаются этими имеющимися вакцинами. Имеется ли у нас все-таки какое-то представление относительно вакцинирования детей в будущем? Да, на самом деле уже имеется предварительная информация. Биотек Файзер вакцина получила от официальных властей Соединенных Штатов, получила разрешение на продажу. И Национальный институт Соединенных Штатов по вакцинированию будет проводить завтра в 18 часов уже пресс-конференцию. Там можно будет услышать о том, как ведется обсуждение наших американских коллег относительно прививания лиц 12 до 15 лет. В Европе решение будет вынесено в июне месяце. Пока точная дата неизвестна. Однако после этого, соответственно, в Финляндии будет выведена своя программа относительно вакцинации детей. У нас имеется своя подгруппа, которая проводит работу, анализирует заболеваемость среди детей. И также здесь следует учиться, в том числе, и желание родителей прививать своих детей. И насколько эффективным это является. На основании этого всего в Финляндии будут сделаны свои выводы и будут сделаны свои рекомендации. Мы точно знаем о том, что дети 12-15 лет, количество антител на РНК будет в значительной степени выше, чем у взрослого населения. Мы также получили вопросы о том, что касается не граждан Финляндии, вакцинирования не граждан Финляндии. Какова практика? Те, кто постоянно учится или постоянно работает в Финляндии, иностранные граждане, имеют ли они возможность привиться в Финляндии? Если да, то где? Да, такая возможность имеется. Нам всем во благо то, чем большее количество людей, которые живут вместе с нами в одном обществе, чтобы они прививались бы на территории ЕС. Это речь не идет о туристах, которых не так много, кстати, к сожалению, но если речь идет о том, что если человек живет постоянно или в течение продолжительного времени, чтобы для него предоставилась возможность привиться в том муниципалитете, в котором он постоянно и находится. Спасибо. Еще одно небольшое уточнение касательно вакцины Астразенека. У нас имеется большое количество людей, которые хотели бы получить быстрее вторую дозу, быстрее привиться, чем они ставят в очереди. Имеется ли возможность таким образом привиться человеку младше 65 лет, если он хочет такового. Это то, что мы будем обсуждать на этой неделе, поскольку речь идет здесь идет о юридических вопросах, поскольку если у нас имеется национальная рекомендация о том, что для лиц младше 65 лет нет, а старше 65 лет даем прививаться Астразенека. И если лицо младше 65 лет имеет желание прививаться Астразенекой, то именно это те вопросы, которые мы обсуждаем сейчас для того, чтобы получить действительно убедительное обоснование, чтобы не было никаких нюансов. На самом деле, то, что мы уже сегодня проговаривали, нет возможности выбора у лиц младше 65 лет, но я хочу подчеркнуть, что это ситуация на сегодняшний день. Если информация будет получена иного рода, то она повлияет и на общую тенденцию. Хорошо, спасибо. Вы говорили сейчас о выступлении Ханны, говорилось об эффективности. Ханна, пожалуйста, уточни, каким образом определяется эффективность и защита от вакцинации, если мы говорим о 90% защиты, то что это на самом деле? Да, вероятнее, это нужно было бы вернуться к алгоритму, который мы проговаривали в прошлый раз. Эффективность повышается один минус риск и умножаем на 100 и процентный. То есть вот это рисковое соотношение говорит о том, что насколько, в каком количестве, количество заболеваемости проявляется у привитых и не у привитых, и это позволяет нам вот это уравнение вывести. То есть вот это соотношение, соотношение, и как раз и демонстрирует эти показатели. Имеет смысл даже самому себе нарисовать один минус рисковое соотношение, и если увидеть, что в 10 раз имеется разность, различие, то вы это увидите. В следующий раз мы обязательно к этому вернемся, нарисуем снова алгоритмы, графики для понимания. Не так-то и просто это понять простому человеку, но вы попытались объяснить. Спасибо. Далее, следующий вопрос. Вернемся, идем дальше. Если же случится так, что я узнал о том, что заболевание у меня констатировано после первой дозы прививки, нужно ли идти и делать вторую дозу? Согласно нынешним рекомендациям, мы даем и вторую дозу, прививаем второй дозой. Но Кахана здесь и сказала, что действительно, может быть, что в определенный момент мы можем от этого отказаться, если мы будем иметь достаточное количество информации после того, насколько хорошая защита даст вакцина плюс заболевание, комбинация этих двух. Но спешки как таковой нет. Можно увеличить этот период между первой и второй дозой, привиться позже, допустим, через несколько месяцев. Хорошо. Дальше. Каково будущее? Вакцины, вакцинации. Имеется ли у вас какая-то информация, станут ли эти вакцины, будут ли их, будет ли их достаточно в будущем или покроют ли все потребности. На данный момент Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что 8 миллиардов населения будут привиты к началу 2024 года. Разумеется, здесь много факторов, которые на это влияют. Если производственные мощности будут наращены, если вирус не будет видоизменяться чрезмерно и так далее. Конечно, здесь, так сказать, базовые вопросы, которые мы здесь озвучиваем. И когда мы начинали перевивать, то все страны считали, что глобальное равенство важно, чтобы все страны имели возможность получить вакцину. Но мы знаем, что в Африке есть страны, где даже вообще не начиналось количество вакцинации. И в 43 странах только одна вакцина используется, и только часть, только несколько процентов привиты. То есть очень много над чем следует поработать, прежде чем мы придем к ситуации того, что все население мира будет так или иначе вакцинировано. И, конечно, ежегодно или каждый второй год, вероятно, будет требоваться повторное вакцинирование, и что требует того, что наши производственные мощности должны быть наращиваться. Очень большой дискуссии ведется вокруг того, что нужно освободить лицензирование для того, чтобы права на производство вакцины были бы получены. Но это лишь один шаг. Нужно строить дополнительные заводы, нужно обеспечивать качество, нужно обеспечивать возможность хранения и так далее. Очень много нюансов, которые следует учитывать. Хорошо. Итак, давайте перейдем к нашей последней теме, то есть сертификат. Что касательно сертификата? Что нам известно? На данный момент сертификат о вакцинировании находится в процессе. В Финляндии будет основываться на базе данных omacanta.fi, где каждый имеет возможность получить информацию о своем состоянии здоровья. В конце месяца будет уже национальный сертификат, и в конце июля месяца будет разработан общий сертификат ЕС. Это сертификат о том, что ты привит, и, соответственно, к сертификату ЕС можно еще дополнительную информацию добавить о том, что болел, перенес заболевание, что тестировался. Это совершенно бесплатный сертификат. Он будет получен, его можно будет распечатать с базы данных или показать на своем мобильном телефоне, если возникнет необходимость предоставления такого сертификата. Поскольку в мае месяце это будет введено, то есть потребуется небольшое количество времени, прежде чем все те, кто уже вакцинированы, для того, чтобы вы имели возможность продемонстрировать этот сертификат. Не стоит волноваться, если вдруг вы не видите пока своего сертификата. Потребуется некоторое время, чтобы всех это обеспечить. Пока еще не совсем ясно, для чего этот сертификат необходим, потому как национальный сертификат пока еще никаким образом не используется нигде, не определено, как его и для чего его использовать. А то, что касается сертификата ЕС, он будет, вероятно, использоваться для туризма, для поездок. Но в любом случае, каждая страна будет отдельно принимать решения относительно критериев въезда в страну. Поэтому время покажет, в течение лета мы можем спокойно ждать и, во всяком случае, не волнуйтесь пока. Во всяком случае, техническая работа ведется и прогресс идет. У вас какие-то дополнительные вещи, моменты возникли, которые вы бы хотели озвучить нашим слушателям? Пожалуй, я думаю, что давайте все вместе вперед. Пока еще, так сказать, дело не завершено, даже если вы привились двумя дозами, нужно еще набраться терпения. Это хорошая мысль. Прежде чем закончить, я хочу вас напомнить, вам напомнить о том, что серия наших вебинаров будет продолжаться. Следующее мероприятие будет организовано 27 мая, это четверг, в то же самое время, в 17 часов 30 минут. Спасибо всем слушателям, зрителям и вам хорошего завершения этой недели. Спасибо.